Друзья, мы сегодня с вами продолжаем читать послание первое Коринфянам, послание апостола Павла, и читаем мы сегодня три стиха из шестой главы. Первое Коринфянам, шестая глава, стихи девятый, десятый и одиннадцатый. Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни грабители. Царство Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего и Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Помолимся. Боже правый, Твое Слово мы читаем, и мы нуждаемся в том, чтобы Ты благословил нас внимать Ему, понимать Его, и мы нуждаемся в том, чтобы Ты благословил нас применить это Слово в нашей жизни. Просим об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мой сын Петр недавно, ну как недавно, в прошлом году получается уже, прочитал удивительную историю жизни одного финна по имени Лаури Якила. Полагаю, что, наверное, подавляющему большинству из нас это имя ни о чем не говорит. Но его история уникальна. Впрочем, жизнь каждого из нас уникальна, но его история уникальна. И в особенном моменте, и именно поэтому родилась эта книга. Потому что история жизни человека по имени Лаури необычна. Необычна, потому что это история о том, как бывший алкоголик и бомж оказал влияние на жизнь отдельной страны, оказал влияние на жизнь многих руководителей разных стран. 3 ноября 1997 года Лаури Якила и советник посольства, так называемой Северной Кореи, товарищ Ри, появились в новостях на финском телевидении. И руководство Северной Кореи поручило директору христианской благодарительной организации Виа Долороса, вот этому человеку Лаури, обратиться к христианам всего мира с просьбой о помощи, о помощи голодающей Корее. Я даже помню сам себя вот в этом году, когда мы в нашей церкви отказались от своего дневного пропитания в пользу голодающим людям в Корее. Новость эта быстро разлетелась по всему миру. Средства информации массовые СМИ следили пристально, внимательно за тем, как вот этот никому неизвестный финн совершает благотворительную поездку, обычный гражданин Финляндии, в закрытую Северную Корею. Мало вообще кто знал, кто этот Лаури, и всех интересовал, откуда он взялся, откуда он появился. Но история этого человека уникальна, потому что он был опустившийся человек, алкоголик, который жил в мусорных ящиках. Бог вознес его до уровня служения нации и служения другим странам. Почему? Потому что в его жизнь пришел Господь Иисус. И так радикально трансформировала жизнь, что об этом была написана отдельная книга. Сегодня мы с вами читаем этот текст Писания. И если вы видите, апостол Павел перечисляет ужасные грехи. Но в 11 стихе он говорит, «И такими были некоторые из вас, но мылись, но осветились, но оправдались». Радикальная перемена жизни, изменение жизни. Поэтому и проповедь называется сегодня «Сила Евангелия» или «Сила христианства». Апостол Павел здесь показывает нам, как Евангелие, истина Божия преображает нас и меняет наше взаимоотношение друг с другом. И у меня сегодня будет необычно, только два пункта. Во-первых, почему неправедные не наследуют Царство Божие? И апостол нам отвечает. Во-первых, потому что они не уверовали. Ведь он продолжает вразумлять верующих коринфе, христиан коринфа, чтобы они поступили по примеру Христа и не судились своими братьями, но, подобно Христу, были готовы обнищать ради своих ближних, понести даже какие-то издержки, потратиться ради того, чтобы показать и прощение, и любовь. Отплатить не ненавистью, но прощением и любовью по отношению к своим братьям. И кто так может поступить? И Павел говорит, вы можете, потому что вы испытали трансформирующую силу Божьей благодати. Потому что вы уверовали, и поэтому вы можете, вы способны так поступить. Если, конечно, вы действительно уверовали. Потому что, если вы уверовали, то изменилась ваша внутренность, ваша сущность, изменилось ваше восприятие самих себя. Вы теперь другие во Христе Иисусе, и поэтому изменится ваше поведение. Почему неправедные не наследуют Царство Божие? Потому что они плохо поступают? Или у них не те дела? Или у них не такие действия? И Павел говорит, нет, не только из-за этого. А по причине отсутствия веры во Христа. По причине того, что они захотели остаться врагами Божьими, бунтарями против Него. И их поведение, их поведение подтверждает. Друзья мои, на небесах будут плохие люди, потому что они нуждаются в Боге, и Бог их спасает. На небесах не будут хорошие люди, потому что хорошим Бог не нужен. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, говорит Господь Иисус. Но если я на самом деле признал свою духовную несостоятельность, свою нужду в Боге, необходимость изменения моего сердца, тогда Бог, который возродит мое сердце, он также изменит и мое поведение. Как узнать, что я с Богом? Как узнать, что я во Христе? Довольно просто. Я не желаю более жить в грехе. Я не хочу оставаться в грехе. Мне он неприятен, мне он противен. Он противен моей новой духовной природе, которую я получил от Господа. Это знаете, как если сравнивать свинью и овцу? Оба попали в грязь, и свинья радуется, а овца быстрее бежит подальше, бежит, чтобы очиститься. Так и верующие не желают жить в грехе, хотя и может согрешать. Итак, почему неправедные не наследуют Царство Божие? Потому что они не веровали. И жизнь это их подтверждает. Наша внутренняя, друзья мои, жизнь, она обязательно себя проявит в нашем внешнем поведении. Невозможно скрыть свою сущность, она обязательно проявит себя. Ты, конечно, можешь скрывать свое реальное лицо, состояние, но не получится долго это делать. Какой ты есть, на самом деле, таким ты и станешь. И таким ты покажешь себя. Ты будешь жить в соответствии со своим утренним миром, со своим настроением, со своей сущностью. У нас в народе даже есть такая поговорка. Волка как ни корми, все он в лес смотрит. Потому что это его сущность, он волк, это его стихия. Быть там. Вот почему-то собака, особенно наша домашняя собака, она не хочет в лес. Она может сбегать, но почему-то возвращается обратно. Павел дает здесь список грехов, очень похожий на конец пятой главы, но дополняет их тремя дополнительными словами. Прелюбодеи, мужеложники и воры. Весь этот список построен на основании поведения людей. Он отражает их сущность, он показывает их особенность, в конце концов, даже их идентичность, их непрекращающийся грех. И также этот список, друзья мои, важен для нас, потому что он показывает, ярко показывает, среди какого распутного и развращенного общества находилась Коринфская церковь. И хотя это неприятно мне сейчас сделать, но мне нужно посмотреть более внимательно на список этих грехов. Во-первых, блудники. Слово имеет широкую коннотацию, оно обращается или описывает тех, которые пользуются услугами проституток или сами так живут. Оно также относится к тем, кто вступает в незаконные половые связи. Друзья мои, просмотр порнографии – это тоже одна из форм блуда сегодня в наше время. Прелюбодеи – это те, которые нарушают супружескую верность в браке. Друзья мои, брак – это не изобретение людей. Брак – это не изобретение людей. Люди пытаются извратить брак или дать ему совсем другое определение. От почти якобы безобидного гражданского брака, который, по сути, является блудом, до извращенной однополой любви. Но брак, друзья мои, – это Божий замысел. Когда мы вступаем в брак, то мы вступаем на святую территорию, на территорию Бога самого. Бог бледет над тем, чтобы брак был правильным. И поэтому в Ветхом Завете мы видим, что любая супружеская неверность, любая супружеская неверность – каралась смертной казнью. Потому что грех не только развращает вот самих участников, но он и губит сам институт семьи, а это открытый вызов Богу самому, Создателю нашему. Супружеская неверность разрушает отношения между мужем и женой, несет ужасный вред детям. Подумайте только, сколько несчастных, сколько подавленных изменой своих супругов людей живет сегодня на земле. Сколько забытых своими родителями детей, которые брошены своими родителями, потому что они пытаются устраивать свою жизнь, либо идут на поводу у своих похоти и страстей. Бог сурово, сурово, друзья мои, наказывает блудников и прелюбодеев. Мы читаем такие слова в Библии, послание к евреям, глава 13, стих 4. Брак у всех, да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Половая моральность была нормой жизни в Древнем Коринфе. Но когда я познакомился со статистикой в нашей стране сегодня, в нашем обществе, то я боюсь, что мы уже почти перегнали Древний Коринф. Я не буду давать всю статистику, я только скажу, что сегодня доля людей, которые не имели сексуальные отношения, до совершеннолетия. Это по-разному варьирует до 10%. До 10%. Причем самый большой вклад в эту ужасную цифру 90% вносят школьницы Москвы и Московской области. Буквально недавно был проведен опрос, просто наугад взяли старшеклассников и учеников профучилища одного подмосковного города. К 17 годам все 100%, 100% к 17 годам имели опыт половой жизни. Третий момент, или как бы третья группа этой служители, это все те, которые поклоняются ложным богам или религиозным системам, включая даже национализм или светский гуманизм. Причем реальность такова, друзья мои, что наше общество сегодня более религиозно, чем даже сто лет назад. Многие пытаются сказать, что общество сегодня более просвещенное, более прогрессивное, ему чуждо религия или какая-то религиозная глупость средневековья, но на самом деле наше общество более религиозно, просто религиозность обретает другие формы. Вы думаете, когда фанаты ходят здесь и орут «Спартак чемпион» или «ЦСКА» или «Динамо»? Простите меня, если я не ту назвал команду, если вы за кого-то болеете больше. Да, Черноморец чемпион был такой, или Пахтакор чемпион, я помню этот сюжет. Это же на самом деле религия. Это религия поклонения своей команде. Но самое интересное в том, что, казалось бы, вот в этот век просвещения нашего, когда наука развивается такими большими темпами, когда космические корабли наши точно бороздят, ну, может, не всем, все просторы космоса, но все же летают. Уровень суеверия в нашем обществе, друзья мои, растет с каждым новым поколением. Причем, сегодня в России только каждый четвертый человек считает себя в целом несуеверным человеком. То есть, 75% россиян — суеверные люди. Мы можем по деревяшке постучать и посмотреть правильно, и сказать точно. И самое смешное, друзья, и забавное — это в том, что уровень суеверия среди молодых выше, чем у людей пожилого возраста. Кстати, это заслужение не случайно здесь стоит в одном ряду с блудниками и прелюбодеями. Смотрите, блудники, да, написано, потом и заслужители, потом и прелюбодеи, потому что в древнем Коринфе самым большим зданием был храм Афродиты, богини любви, в котором и дало служение и аморальность процветали шества рука об руку. Следующие группы — это малаки и мужеловжники. Если коротко говорить, то это так называли гомосексуалистов, активного и пассивного. Другими словами, речь идет о людях, которые извращают нормальные половые отношения между мужчинами и женщинами, подменяя их половые роли. Таким грехам также относятся и трансвеститизм, изменение пола, лесбиянство и другие половые извращения. Друзья мои, кем бы себя человек не чувствовал, кем бы он себя не чувствовал, как бы он себя не ощущал, мужчиной или женщиной, или трансгендером, или кем-либо еще, инопланетянином, орком, или у нас много есть, хоббитом. Друзья мои, гены его не меняются. Его гены остаются такими же. Даже если он проведет операцию по смене пола, его ДНК не изменится и будет требоваться гормональная терапия, потому что гены не поменяются. На сайте одного медучреждения, которое проводит такие операции, отмечается, что после хирургической коррекции пола, трансгендерный пациент, это я читаю там сайта, продолжает нуждаться в обязательной, обязательной заместительной гормональной терапии. При отсутствии таковой развивается очень серьезное осложнение. Друзья мои, такое извращение является открытым противостоянием Богу и даже своей собственной природе. Друзья мои, это на самом деле люди весьма уязвимые и несчастые во многом. Поэтому не надо относиться к ним с высока и с пренебрежением. Это такие же грешники, но которые довели свой грех до некой формы радикальной, где просто сами себя мучают и убивают. И телесно, и душевно. Господь довольно строго запрещает затушевывать различия ролей или различия между мужчинами и женщинами, а тем более менять наши половые роли. Например, в книге Второй Законии глава 2 стих 5 написано, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом Твоим всякий делающий сие. Интересно то, что сами термины в оригинале на древнееврейском, на иврите, сами термины, они говорят больше, чем просто про одежду. Они говорят о более широком понятии, включая в себя любой инструмент, утварь, прибор. Другими словами, не надо мужчине быть женщиной и женщине-мужчиной, потому что это Божий замысел такой. Грех гомосексуализма или мужеловства в Древней Греции распространился так широко, как раковая опухоль, и от нее перешел даже и в Рим. Мы не вполне способны сегодня представить, насколько широко он был распространен в античном мире. Даже такой великий человек, как Сократ, был гомосексуалистом. Известны, что диалог Платона под названием «Симпозиум» одно из самых величайших произведений о любви посвящен неестественной, а противоестественной любви. 14 из 15 римских императоров жили в этом грехе. Когда Павел писал это послание к коринфянам, то римским императором был Нерон. Известно, что он имел одного мальчика для таких отношений и известно, что он потом сам вышел замуж за одного мужчину по имени Пифагор. В этом грехе или в этом пороке мир в то время потерял всякое чувство студа. Всякое чувство студа. Воры и лихаимцы это следующая категория, которую здесь пишет Павел, это был настоящий бич античного мира, потому что не было ни глонасов, ни GPS, не было ни гольфстримов, защитных систем, не было ни таких прекрасных дверей или домов. Было очень просто обкрадывать дома. Они были просто плохо защищены. Более того, грабители и воры часто пользовались банями или спортивными залами, где просто крали одежду, крали имущество тех, кто занимался. Не было таких шкафчиков на ключике, не было охраны с видеосистемой. Часто крали рабов, которые нравились. Законодательство того времени очень ярко показывает проблему воровства. Например, смертью каралось три вида кражи. кражи ценностью свыше 50 драхм, кражи из бань и спортивных залов ценностью в 10 драхм и ночные кражи. Христиане вообще жили среди воровского населения. Вор обычно, ну, вор это тот, кто берет, что ему не принадлежит, а лихаимец это тот, который страстно желает обладать еще большим имуществом. Это приводит к тому, что он готов использовать незаконные механизмы, средства ради достижения желаемого результата, не гнушается эксплуатировать людей ради собственной выгоды. Лихаимство всегда, братья мои и сестры, перечисляется в Библии в списке других ужасных грехов. Как бы человек не оправдывал себя, как бы он не оправдывал свои мошеннические схемы, Библия ставит это в список ужасно плохого греха. Это серьезная проблема, и Бог решительно осуждает такое поведение. Потому что в основе таких грехов, как воровство или лихаимство, в сущности лежит один грех, это жадность. Это жадность. Поэтому такие люди охотно и свободно берут чужое. Сама же жадность является проявлением эгоизма. И вследствие такого человек будет страдать такой ненасытимостью и неудовлетворенностью. Ему всегда будет мало и всегда будет недостаточно. Он также будет страдать зависимостью, многими пороками различными, завистью даже будет страдать. Вот христианин может быть свободен от жадности, потому что он не поклоняется деньгам или статусу, или положению, или комфорту, и поэтому он может даже отдать свое ради блага другого. Пьяницы в богатом и полном развлечении Коринфе необузданное питье вина стала нормой. Алкоголизм это печальный грех, ужасный грех, приводящий к серьезным последствиям. Не случайно Аристотель говорил, что пьянство это добровольное сумасшествие. К сожалению, алкоголизм и в нашей современной России достиг невероятных катастрофических масштабов. Наши древние предки пили по всякому случаю. И кажется, что с каждой новой исторической эпохой ситуация только усугублялась. Сегодня практически каждый второй россиянин по нашей статистике сталкивается с проблемой алкоголизма ежедневно. Ведь сегодня у нас в России хронических алкоголиков 5 миллионов человек. Это хронические алкоголики. более всего огорчает то, что сегодня у нас в России расширяется детский алкоголизм. И вот эта ужасная культура, стратегия, маркетинговая стратегия показать пиво как народный напиток, она только ухудшает ситуацию. Друзья мои, сегодня двое из трех подростков употребляет алкоголь. В среднем 0,5 литров после школы, 5-10 банок алкогольных напитков в неделю. И это, конечно, приводит к зависимости к реальному алкоголизму. Друзья мои, это статистика, которую я беру из официального источника в нашей стране. Причем рост преступности и алкоголизма, они тесно связаны друг с другом. И я думаю, что все мы в целом это понимаем. Невозможно преувеличить, какой вред нашему обществу и семьям, согражданам приносит сегодня алкоголь. Просто огромный. Пьяницы разрушают себя, разрушают все вокруг себя, разрушают жизнь своих ближних. Мы могли бы сегодня добавить наркотики сюда. Злоречивые люди, это люди, которые могут погубить других своим длинным языком. Они умело и целенаправленно ранят других своими словами. Книга притчей говорит, это притча 12 глава стих 18, «Иной пустослов уязвляет как мечом». Иной пустослов уязвляет как мечом. И Бог снова показывает здесь, ставя этот грех в этот ужасный список, что такой грех весьма серьезен. Он стоит в этом одном ряду с блудом, воровством, лихаимством, грабежом. И причина в том, что злоречивый говорит эти слова из сердца полного ненависти и зла. Человек нападает своим языком, потому что желает погубить, навредить, уничтожить, довести до отчаяния. Это может быть и публично, и лично, и прямо, и за глаза, но это зло. Поэтому так и сказано, злоречивый, или буквально тот, кто обижает других словесно. Хищники грабители. Это те, кто наживаются на бедности или нужде других, получая непомерную прибыль. Это настоящие разбойники, которые готовы даже применить насилие, чтобы ограбить человека. Сюда можно также отнести вымогателей и мошенников, которые стараются получить деньги обманным путем, используя доверчивых людей. Это могут быть посредники или торговцы испорченных товаров. Это могут быть лукавые продавцы, повышающие необоснованно цены или продающие втридорого услуги и товары. Мне знакома одна церковь в Новосибирске, которая чуть не развалилась, потому что один человек подключил многих членов этой общины к мошеннической схеме одной финансовой структуры, построенной по системе сетевого маркетинга. И человек этот использовал доверие и открытость членов церкви. Мы же все братья и сестры друг к другу, поэтому люди доверяли, и вовлек их все в эту систему ради собственного обогащения. И когда раскрылась не самая честная и лучшая сторона этой финансовой структуры, то из общины стали уходить люди, потому что они думали, что здесь все лицемеры и лгуны. Они чувствовали, что их просто использовали и обманули. Друзья мои, как это было во время Павла, так и остается в наше время, хищник, хищник стремится получить как можно больше. Грабитель хочет получить как можно больше. Он пытается приобрести, захватить, ради того, чтобы жить еще в большем, может быть, комфорте или роскоши, свое удовольствие. Он не волнует, у кого он отнял, лишь бы приобрести. Многие мошеннические схемы сегодня используют греховность человеческого сердца. Они пытаются играть на гордыне человека, на его жажде успеха, на его стремлении к комфорту, на его сокровенной мечте сердца. Поэтому такого человека легко поймать идеи, может быть, пассивного или быстрого заработка, либо создать мираж вокруг его мечты. Не предлагают же обычно усердный труд, а говорят, о чем ты мечтаешь, ты это получишь. И человек продается этим миражам. сердце человека, который испытал благодатное воздействие Христовой любви, не будет движим идолами или не будет так легко открыт для обмана. И поэтому нам важно бодрствовать, чтобы не пойти на поводу своей плоти. Христианина трудно вовлечь во все эти схемы и в эти системы, но он тоже может попасться, если он пойдет на поводу плоти. Если он вдруг подумает, что ему Христа недостаточно, и Божья благодать недостаточно для его счастья и радости жизни. Итак, апостол дает весь этот список грехов, чтобы напомнить конфликтующим друг с другом, судящимся друг с другом, членам Калининской церкви, что они своим поведением уподобляются вновь греховному миру. Они не просто ставят себя в ряд со всеми этими нечестивцами, они забыли о своей новой природе, новой сущности, они забыли о том, что теперь они могут поступать по-другому, как христиане. Разве вы не знаете, это взглядит Павел, что неправедные царства Божьего не наследуют. Мир пытается обмануть нас, друзья, обмануть нас тем, чтобы заставить нас поверить, что вот все, что у нас есть, это наша земная жизнь. Интересно то, что когда я предлагаю людям помолиться за них, никто мне еще за всю пока жизнь мою не отказал, не надо за меня молиться, но вот интересно то, что когда я предлагаю помолиться за их, то больше половины людей говорят, помолитесь о моем здоровье, будет здоровье, у меня все будет. То есть эти люди мыслят категории только земной жизни. Вот дьявол пытается обмануть человека, убедить его в том, что все, что у него есть, это земная жизнь. И если человек думает так, то он будет пытаться обрести собственное счастье в этой жизни и найти настоящую радость, как он понимает. Живем в Своя Решна всего один раз, вот философия. Поэтому они бросаются в омут греха с головой. Поэтому если человек считает, что все, что у него есть, это земная жизнь, то все, что он будет делать, даже грех, это будет его очередная попытка защитить, либо получить то, что ему кажется, по праву принадлежит, либо он должен получить, будь то уважение, деньги, власть, наслаждение. Он будет за это бороться, стремиться к этому, защищать, отстаивать, добиваться. И он может добиться и уважения, и богатства, и статуса, и положения, и чего он желает, на самом деле. Мир может ему это дать, но он потеряет самое главное, самое важное, неприходящее, что можно обрести в этом мире, царство Божие. И самое ужасное в том, что он поймет, что он потерял все еще при жизни земной, потому что все эти идолы, все эти миражи счастья, они обманут нас еще при жизни. Его жизнь, его поведение будет громко провозглашать, потому что он станет рабом своих же пороков, рабом своих же страстей, рабом своих же миражей. Всякий, кто живет как мирской человек на основании ценности и убеждения этого мира, погибнет с этим миром. И он погибнет не потому, что он плохой, друзья мои. Почеркну еще раз, Бог спасает только плохих людей, те, которые признают свою нищету, признают свою духовную нищету, признают свою неспособность оправдаться перед Богом, стать святым и праведным, достаточно пригодным для неба. Только таких Бог спасает, потому что они здоровы, имеют нужду врача, но больные. Но такой человек мирской умрет, потому что его поведение доказывает, что он отказался следовать за истинным царем, Иисусом Христом. Иисус однажды сказал людям, которые не желали последовать за ним такие слова. Я читаю из Евангелия Теанна, 8 глава, стих 23-24. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира этого, я не от этого мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Друзья мои, человек, который не покоряется Богу, он находится под Божьим гневом, и одна из форм проявлений Божьего гнева в его жизни, Бог предает его же грехам. Это Римлянам первая глава. Ибо открывается гнев Божий на всякую неправду, нечестие человеков. И сегодня мы уже можем видеть при жизни уже человека, как грех разрушает его, как грех убивает его, как грех, которому он предается, который, казалось бы, должен был сделать его счастливым, принести ему радость, стал той отравой, которая убивает его душу и сердце, убивает его отношения с людьми, со своим ближним. Почему верующие могут поступать правильно? Это стих 11. Павел предупреждает и обличает каримских верующих не для того, чтобы они быстренько скорректировали свое поведение, потому что, если ты занимаешься коррекцией поведения, то снова вернешься туда же. Но Павел призывает их вспомнить о своем преображении, о той духовной трансформации, ведь у них теперь сущность другая. Они теперь во Христе Иисусе, прежняя жизнь прошла, не нужно ее выкапывать снова, поэтому говорит, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа Иисуса Христа. Это на самом деле очень торжественное заявление, друзья мои, это очень торжественное заявление. Вот на фоне этого ужасного аморального общества, он говорит, вы теперь святые, чистые, омытые, оправданные, вы теперь новые. Он подчеркивает это трехкратным употреблением союза но, самого строгого, сильного отрицания на древнегреческом языке. Он подчеркивает радикальную разницу между их прежней жизнью и новой, в которой Бог их вел. Бог спасает только сокрушенных людей и берет и начинает их ваять по своему замыслу, по своему образу. безобразные люди становятся прекрасными, грязные делаются чистыми, мерзкие делаются приятными. Иисус спасает, изменяет, наделяет на свои силы, чтобы мы были способны жить так по-новому, так по-другому. Но здесь нужно сделать небольшое и все же важное замечание. Не все из нас испытали такую радикальную перемену. Смотрите, Павел говорит, и такими были некоторые из вас, то есть не все, некоторые из вас, которые испытали такую радикальную перемену от преступника к законопослушному гражданину, от развратника к верному отцу семейства, от наркоманов, благочестивого, жертвенного человека. Я вспоминаю себя подростком на конференциях христианских, молодежных, когда там выступали люди, которые пережили такую трансформацию мощную от алкоголика, наркомана, то я сидел, слушал их и завидовал в чем-то. А у меня нет такой истории. Я не сидел в тюрьме, как они. Я не сидел на наркотиках, как они. Что я могу рассказать? Вот о чем я могу рассказать? Тогда я просто плохо еще понимал глубину своей испорченности. Не вполне сознавал, что во мне был весь этот потенциал грехов. Просто не было возможности реализовать его. Во многом благодаря воспитанию родителей, обстоятельствам, которые Бог помещал в меня. И самый главный грех – это гордыня и самоправедность, которые отбрасывали меня намного дальше, чем алкоголь или наркотики. Когда Бог возродил мое сердце, то я благодарил Его за то, что Он дал мне веру и сохранил меня от многих пороков, чтобы я мог служить Ему и не тратить время на восстановление своих каких-то подломанных обстоятельств жизни. Друзья мои, не смущайтесь, если у вас не было внешне радикальной перемены. Она была только внутри. Она была только внутри. Также не гордитесь тем, что вы много нагрешили и Бог вам простил. И не говорите, а я вот такой. Слушая некоторых об этой преображающей Божьей благодати, об их истории, когда они ярко рассказывают о грехах, думаются, что им даже жалко, что они ставили такую интересную жизнь. И нынешняя христианская не очень такая привлекательная. Друзья мои, мы все призваны благодарить Бога за Его спасительную милость к нам. И хорошо заметные грешники, и едва приметные все мы грешники по рождению и по выбору, но все, исключительно все спасены Божьей в существе богословия нашего искупления, нашего спасения в трех глаголах омылись, осветились, оправдались. Омылись. Значит, полностью очистились, обновились, получили новую жизнь. Это вообще на самом деле уютные слова, учитывая, какой нравственной помойкой был Коринф, в котором жили эти новообращенные коринфяне. Но если, друг мой, ты получил прощение грехов, и всей своей прежней жизни, но не получил изменения своей духовной природы, то ты снова вернешься к прежней греховной жизни. Очень часто в отношениях друг с другом, будь то друзьями, будь то в семье, особенно ярко в семье это проявляется, люди просят прощения, прости меня за это, прости меня, я исправлюсь. Вроде простили снова, и снова такое поведение, снова такой поступок. И часто это связано не с тем, что ну, такой вот человек, как бы, ну, снова его искусили, там, потолкнули, а связано с тем, что у него просто природа не изменилась, не произошло полного сокрушения за свой грех, и не изменилась природа его, поэтому снова она пробивается в новых трудных обстоятельствах, в новых трудных отношениях. Но если же ты изменился, тогда жизнь твоя будет тоже преображаться, шаг за шагом, может быть, будешь падать, но снова будешь вставать и идти дальше. В Писании мы со встречаем описание нашего очищения, часто встречаем описание нашего очищения в контексте нашего возрождения. Смотрите, как пишет Павел к Титу, 3 глава, стих 5, Ибо Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Друзья мои, слышите, да? Нет места в самоправедности. Ибо Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом. Баня очищения, но она связана с тем, что Бог родил меня. Поэтому мы говорим не просто, что наши грехи прощены, но то, что Бог нам дал новую природу. Тот, кто омыт Христом, Он рождается заново. У нас новая природа, новая сущность. Мы рождены свыше, рождены Богом. Мы получили новую духовную природу. Он родил нас через слово Евангелие. И это слово продолжает очищать нас дальше. Поэтому осветились. То есть стали святыми и отделенными для Бога. Стали святыми и отделенными для Бога. И здесь имеется не в виду наше моральное совершенствование. Мы не можем что-то сделать такого, чтобы это было достаточно в глазах Бога Святого, чтобы Он принял нас на небеса. Это Он нас объявил святыми и сделал нас частью своего святого народа. Мы более не чада гнева. Мы дети Его. Мы более не бунтари или повстанцы против святого Бога. Мы Ему родные. Поэтому нам не нужно осквернять себя новыми грехами. Бог уже осветил нас. А раз мы отделены для Бога ради Его целей, то наше призвание – жить для Него. Быть годным владыке на всякое доброе дело, как Павел говорит в 2-м посланнике Олимпфинова, 2-й главе. Это значит, что в нас начался реальный процесс освящения. Реальный процесс освящения, преображение в образ Христа. По причине нашей внутренней и сердечной перемены начали меняться наши привычки, наше поведение, наши слова, наши мысли, наши дела в конечном итоге. Если человек не пережил духовного рождения свыше, то все это будет афория, все это будет фейк, обман, это иллюзия. Он все равно вернется. Волга, как не корми, все он в лес смотрит. Но если человек пережил духовную трансформацию изнутри, то его внешняя жизнь тоже начнет преображаться. Понимаете, если ты не пережил рождение свыше, то как бы ты ни старался жить праведной христианской жизнью, она тебе неестественна, она тебе нежеланна. Ты можешь какое-то время ее имитировать, но достаточно быстро скатишься к тому, какой ты есть внутри. Христиане, рожденные свыше, они более не рабы греха, они рабы праведности. Им нравится совершать правильные поступки. Друзья мои, понимаете, вот все самое удивительное. Хотя мы, христиане, еще сохраняем в себе греховную и испорченную природу, и у нас есть эта борьба, но нам нравится делать добрые дела. Мы новое творение, созданное в Христе Иисусе, для добрых дел, которые Бог предназначил им исполнять. Нам нравится совершать то, что приятно нашему Спасителю и Господу, то, что отражает нашу новую сущность, новую природу, наше усыновление. Более того, сам Бог работает в нас, чтобы мы преображались. И в конечном итоге мы оправдались, наш новый статус, мы более не повинны перед Богом. Нам не нужно петь постоянно песню «Господи помилуй», нам нужно петь песню «Господи благодарю тебя за твою милость, которую я испытал». Нам не только прочны все наши грехи, но и нам вменена праведность Христа. Мы объявлены праведными, святыми, невиновными. Бог полностью оправдал нас. Не по нашим делам, которые мы сотворили, но по делу Христа на Голгофе за нас. И мы не можем ничего к этому прибавить. Сама форма этих трех глаголов «омылись», «осветились», «оправдались» на русском языке не совсем аккуратно звучит. Она не передает до конца вот ту идею, которая находится в этом тексте. Буквально «омыты», «освящены», «оправданы» — это работа Божия для нас. И это не процесс. Это просто факт. Это факт. Он свершившийся факт. Всякий, кто уверовал, он омыт, освящен и оправдан. И мне хочется здесь в завершение таких три важных истинно сказать, которые находятся в этом коротком, но очень важном отрывке. Во-первых, это все Божия работа, друзья мои. Посмотрите на этот стих 11. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Сами глаголы показывают, что это не мы себя такими сделали. Это не мы себя омыли, не мы себя осветили, не мы себя оправдали. Это все совершил Бог для нас. Потому что никто из нас не может сделать достаточно, чтобы быть чистым, достаточно, чтобы быть оправданным, достаточно, чтобы быть человеком освященным. В наших даже самых лучших потугах, друзья мои, самых искренних поступках, все равно есть примесь нашего несовершенства. И поэтому мы благодарим Бога за то, что это Он сделал для нас. Сделано для нас это через Христа, это христоцентричность. Это второй момент очень важный. Это Божья работа. Во-вторых, это христоцентричность. Бог совершил все это через Христа и Иисус оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, говорит Павел. Христианство без Христа – это не христианство вовсе. Оно не имеет ни корня, ни силы, ни благодати Божией. Христос – центр проповеди и жизни настоящего христианина. Христианство – это не просто христианская мораль или этика. Это не точно только благотворительные какие-то социальные проекты. Это не клубы или сообщества добропорядочных людей. Это собрание любящих и верящих в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя своего. Поэтому люди могут творить дела, добрые, но дела во имя Христа. И вот что очень важный, третий момент здесь. В самом конце, смотрите, это 11 стиха. «Оправдались именем Господа Христа и Духом, и Духом Бога нашего». То есть мы говорим про реальную практику. Если Иисус завоевал для нас спасение на Голгофе, это объективная реальность, то Дух Святой, Он сделал это спасение реальностью в нашей жизни. Субъективной реальностью, которую мы на самом деле испытываем, которая по-настоящему присутствует в нашей жизни. Мы в действительности испытываем преображающую, трансформирующую силу благодати Божией в нашей жизни, благодаря работе Духа Святого. Источник нашей силы, нашего преображения не мы с вами. Не наша гордость, не наши страхи, не наша воля, либо давление на нас извне откуда-то. Никто не способен изменить сердце человека. Только Дух Святой трансформирует сердце человека. Наша сила в Боге. Наша сила не наша сила, она Божья сила. Я полагаю, что многие здесь сидящие, подобно мне, неоднократно пытались начать новую жизнь. Все, с понедельника живу хорошо, не ругаюсь ни с кем, не обкрадываю никого, не обманываю никого, поступаю верно. Наступает понедельник и не выходит. Не выходит. Хорошо, не тот понедельник. Надо понедельник, чтобы после причастия. Все, все грехи исповедал, принял святое причастие, теперь собрал волю в кулак, сконцентрировал, написал правила, начал действовать. Ведь никто, друзья, не дотянул до следующего причастия, чтобы не согрешить, чтобы что-то не сделать. Даже уверовавшим нужна Божья благодать. Мы спасаемся через веру, и мы живем верой. Но это реальная практика. Это не слова, это не надежды, это не потуги. Только тогда, когда ты испытываешь свою полную нищету и свою полную неспособность, признаешь свою неспособность себя изменить, тогда ты выпьешь к Богу за помощью. Друзья мои, та молитва твоя другая. Когда ты понимаешь свою неспособность, ты не говоришь, Господи, если хочешь изменить меня, ты выпьешь. Иисус, сын Давидов, помилуй меня, выпиял в Артемей. Выпиял на самом деле. Просил. Ты не просто так между делом помолился, ты не просто так просто помолился, ты реально выпьешь к нему. И Бог помогает. И когда ты это видишь, то что в тебе рождается? Благодарность и прославление Бога. Какой великий Бог. А не то, что какой я молодец. Это я правильно помолился? Это я правильно сделал? Ты славу всю Богу воздаешь. Бог дает надежду самым потерянным, самым отчаявшимся, самым последним и забытым. Если ты уверовал во Христа, то у тебя новая природа, новая сущность, новая жизнь, личная идентификация, в конце концов, новая репутация будет появляться. Ты более не тот, кем ты был, ты уже более не предатель, пьяница или мошенник. Через веру мы, которые не вызывались симпатий, были неприятными, заслуживали никакой любви, не заслуживали никакой любви, оказались возлюблены Богом через Христа. Ты был омыт кровью Христа, провозглашен невинным властью Христа, обрел новую цель и миссию жизни, Божьей благодатью. Теперь ты можешь жить Богом, силой Бога, можешь свидетельствовать о Нем, любить даже тех, которые неприятны и отталкивают, потому что испытал Божью благодать в своей жизни. Теперь ты на самом деле живешь счастливо, потому что живешь для Бога. Как ты будешь жить? Апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам, глава 12 со стиха 14, такие слова. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь радующимися и плачьте сплачущими. Будь единомысленно между собой, невысокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за злом, но пеките себя добрым пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне общение, я воздам, говорит Господь. «Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делай сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Что сегодня мир видит в нас, видит в тебе? Они должны видеть счастливых и радостных людей, самых счастливых и самых радостных людей, живущих в этом городе. Друзья мои, я смело могу сказать, РБЦ – это библейская церковь радости. Потому что мы знаем Божию благодать. Они должны увидеть людей полных надежды, не унывающих, ибо должны всегда молиться и не унывать. Они должны увидеть смиренных людей, потому что Бог дает благодать только смиренным, а гордым противиться. Они должны видеть любящих людей, потому что это наша природа от Бога. Сам Господь живет в нас, Духом Святым. И мы не можем не любить. Мы призваны любить даже врагов наших. Потому что мы святой и искупленный народ. Христианство, друзья мои, это не очередная человеческая система, парадигма и философия, которая ничего не может поделать с человеческой греховной натурой. Человеческая мудрость может подстраиваться под эту натуру греховную, может игнорировать ее, может оправдывать ее, но только живое христианство преображает, исцеляет и меняет человека изнутри. О христианстве можно судить, друзья мои, только по одном, по его силе. Христианство – это не слова. Христианство – это сила Божия, сила Евангелия, трансформирующая жизни самых последних грешников, самых самоправедных людей. Только Евангелие может взять и превратить святых и счастливых, людей самых забытых, самых последних, самых наглых, самых гордых, самых несчастных, самых отъявленных, самых низких и подлых людей. Друзья мои, Бог творит настоящие чудеса и делает своими благочестивыми детьми даже тех, которые потеряли уже всякий стыд и страх. Церковь становится сообществом, сообществом, где мы становимся свидетелями непрекращающейся действующей силы Божьей, силы Евангелия. Господь сегодня спасает людей. Его власть безгранична. Нет такого греха, который бы он не мог победить. Нет такого грешника, которого он бы не мог избавить. Никто не может себя изнутри изменить. Никто, абсолютно. Даже самый сильный из нас, даже Федор Емельяненко, не может себя изменить изнутри. Даже Александр Карелин не может себя изнутри изменить. Бог может один. Бог может спасать и исцелить самого ужасного погибшего грешника. Друзья мои, когда читаешь языческую литературу времени апостола Павла, то один контраст бросается в глаза очень ярко. очень ярко бросается в глаза. Поразительное отличие. Например, Сенека, который был современником Павла, взывает в одном своем произведении. Людям нужна спускающаяся рука, чтобы поднять их. Он пишет, люди в высшей степени сознают свою слабость и неспособность совладать с самыми насущными проблемами. Люди любят пороки свои, говорит он в отчаянии, и одновременно ненавидят их. Он сам себя называет «homo non generabilis», что буквально означает «невыносимый человек». Он вполне сознавал вот свою испорченность. но не познал Христа. И вот этот мир, который переживал моральную деградацию, который уже ничего не мог сделать, среди которого даже самые лучшие умы были поражены пороками, пришел живой Христос, живое Евангелие, обладающее победоносной властью и силой исцелять, спасать, помогать. Друзья мои, христианство – это не намерение о добрых делах, это не яркие посты в интернете, это преображенная жизнь, это измененная жизнь, твоя и те, кто с тобой рядом, которые пылают любовью ко Христу. Люди, которые пересекаются с такими людьми, они будут задаться вопросом, неужели Бог живой? Как так получилось? Кто такой Иисус? Какой удивительный Иисус, что Он так преобразил моего знакомого. Друг мой, жив Господь, и Бог способен, и хочет спасать и сегодня. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за Твою милость к нам, к нам, недостойным погибшим грешникам, в наших пороках, грехах, в нашей самоправедности, самоуверенности. Ты не погнушался нами, но Ты проявил Свою любовь, доказав это, послав Сына Своего на крест. Господи, благодарность Тебе, что мы, которые не имели надежды на изменения, мы, которые не имели шансов на изменения, мы, которые не имели силы для преображения, Твоей благодатью были омыты, освящены и оправданы. Господи, благодарность Тебе за то, что Твоя рука не сократилась, чтобы спасать, и ухо Твое не оттяжелилось, чтобы слышать. И мы молимся Тебе о том, чтобы Ты, Господи, продолжал могущественным образом спасать людей в этом городе через наше свидетельство о Твоей любви, Иисус. Мы молимся о том, чтобы Ты, Господь, продолжал трансформировать наши жизни, освящать их, своей благодатью, чтобы мы все более и более походили на Тебя, Господь, и все более были пригодны Тебе, Владыка, на всякое доброе дело. Господи, мы молимся Тебе о том, чтобы в нашем собрании было все больше и больше славы Тебе, потому что нет нам никакой славы, нет нам никакой чести, нет нам никакого величия, ибо Ты один, Господь, все совершаешь это, и даже используя нас. Ты, который не имеешь в чем-либо нужду, сам давая всему и дыхание, и жизнь, и все, Ты восхотел сделать нас прощенными, искупленными сынами и дочерьми своими, сорокутниками благодати Твоей. И поэтому молимся, Господь, сохрани нас, чтобы мы возвращались к прежней жизни, сохрани нас, чтобы мы руководствовались человеческими парадигмами, схемами, идеями, философиями. Господи, защити нас, чтобы мы не шли на поводу своей греховной плоти, но чтобы мы, умирая для себя, жили для Тебя, Твоей славы, жили для наших ближних во имя Твое, жили по-настоящему счастливой жизнью. И пусть имя Твое будет благословенно, имя нашего Спасителя и Искупителя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.